Сегодня у нас на обзоре первая в мире универсальная клавиатура со встроенным тачпадом Prestigio Click & Touch. Я уже печатаю на ней больше трех уже недель и мне есть что рассказать. Устраивайтесь поудобнее. В чем уникальность такого решения? Большая часть клавиш, за исключением этих мест, которые имеют не гладкую аматовую поверхность, являются сенсорными. То есть проводя рукой по клавиатуре вы будете четко ощущать границы сенсорной и не сенсорной части. Да-да, это огромный тачпад, который получается по размерам больше чем к примеру довольно крупный трекпад у макбук про 15 дюймов. Клавиши расположены максимально близко друг к дружке, чтобы палец плавно по ним скользил. На удивление сенсор отзывчивый и с перемещением курсора нет абсолютно никаких проблем. Левый клик мышки осуществляется касанием одного пальца, правый двух. Так что это полноценная замена мышки. В первое время регулярно вместо тапа делаешь клик и клавиатура переходит в режим набора, но потом привыкаешь и ошибок практически не допускаешь. Чтобы выделить текст необходимо тапнуть по нужному месту и на второй тап не отпуская пальца начать выделение. Тут уже нужно приноровиться и эта операция не всегда получается с первого раза. Сложнее с перетаскиванием файлов, особенно если их нужно бросить подальше и приходится перехватывать курсор другим пальцем. Как вариант настроить левый клик мыши на пробел нажатием сочетание клавиш Fn Shift C. Актуально больше для Windows. На маке это менее удобно из-за того, что кнопка пробел используется для предпросмотра файлов и папок при помощи штатной утилиты macOS. Прокрутка страничек тоже есть. Для этого необходимо делать свайпы вверх или вниз двумя пальцами. Поначалу меня дико раздражало, что прокрутка происходит дерганно. Но вместе с техподдержкой мы и решили эту проблему. Оказывается, если вы работаете на мак, то стоит пройти в настройки мыши и в поле скорость прокрутки подставить значение медленно и все будет работать намного плавнее. При дальнейшем подключении мыши прокрутка комфортна и дополнительно ничего настраивать не нужно. Есть еще два слайдера на функциональных клавишах. Левый мультифункциональный. К примеру, во время просмотра видео можно осуществлять перемотку вперед или назад, а при наборе текста точечно перемещаться по буквам, не прибегая к многократным нажатием стрелок, правый слайдер отвечает за регулировку громкости. Мне, как маководу конечно не хватает жестов многозадачности это переключение между рабочими столами, запуск Mission Control, возврат назад и еще куча других действий. С другой стороны трекпад от компании Apple стоит 150 долларов в США без учета налога штата, а клавиатура со встроенным тачпадом от компании Prestige, имеющей большее количество функций, стоит около 100 долларов. При нажатии клавиш бесшовно происходит переключение клавиатуры в режим набора. Ход клавиш короткий ноутбучный. К набору в принципе как в любой клавиатуре надо привыкать. Это непривычная клавиатура мака, к которой нужно лишь слегка касаться. Клавиатура не из тихих, но этому есть объяснение. Пружинки под клавишами более жесткие для того чтобы при работе в режиме тачпада поверхность оставалась ровной и не было случайных продавливаний клавиш, эдакий компромисс между шумом и удобством работы с сенсором. И мне очень не хватает подсветки, понятное дело что время автономной работы в таком случае еще бы больше сократилось, да и вообще мало в каких клавиатурах такая функция есть, но иногда прям вообще надо и ты готов пожертвовать автономностью ради комфортного набора в ночных условиях. На самой клавиатуре есть разметка как под Windows так и под Mac. А все потому что имеется поддержка быстрого переключения между тремя устройствами по Bluetooth 4 и 2 через кнопки F1 и F3. Этот процесс происходит очень быстро. Еще к двум устройствам посредством нажатия на кнопки F4 и F5 можно подключиться через идущий в комплекте USB-A радиомодуль для тех компьютеров у которых нет Bluetooth модуля или через USB-C на USB-A кабель. Получается устройство может подключаться к пяти девайсам одновременно и быстро переключаться между ними. Это могут быть компьютеры, телевизоры, консоли, планшеты и даже смартфоны. На клавиатуре можно адаптировать раскладку функциональных клавиш под конкретную платформу Windows, Mac или Android. Автономность средняя. Встроенного аккумулятора на 900 мАч хватает на 7 часов непрерывной работы и на зарядку понадобится 1 час. В среднем я ее заряжал 1 раз в неделю. Клавиатура выполнена из АБС пластика. Качество изготовления и сборки неплохое. При наборе и даже скручивании нигде ничего не скрипит. В целом все аккуратно, но огорчает верхний ряд клавиш. Они вставлены под разным углом, хоть на функциональность это и не влияет. Клавиатура стоит на прорезиненных ножках, исключающих скольжение. На тыльной части есть магнитный паз для радиомодуля. Но я бы не рискнул его здесь хранить, особенно при транспортировке. Сам по себе магнит держится хорошо, видите ничего не выпадает. Но другое дело, что когда вы будете вставлять либо доставать клавиатуру из сумки, есть шанс его подцепить и потерять. Лучше бы разработчики сделали отверстие, специальную нишу для этого модуля, как обычно делают производители радиомышек. Еще одно преимущество клавиатуры компактность и вес. Около 300 грамм. Это отличный дорожный вариант. В верхней части есть светодиодный индикатор состояния. Он показывает в каком режиме находится клавиатура, набор текста, сенсорная панель или отображает переход в спящий режим. В правой части мультифункциональный индикатор просто с кучей цветов и состояний, назначения которых лучше почитать в брошюре. Я все равно их не запомнил. В торце имеется USB-C порт для зарядки и кнопка питания. Ее вы будете использовать постоянно для выхода из режима сна. Увы, но в спящем режиме на нажатие клавиш клавиатура не реагирует. Для обновления клавиатуры необходимо воспользоваться фирменным приложением для iOS или Android – клавиатура App. Там же есть краткая инструкция по сопряжению и настройке. Как по мне разработчики в приложение могли бы добавить и полноценный мануал. Все-таки там есть большое количество полезных клавиатурных сокращений, которые я до сих пор не запомнил. Ну а таскать с собой книжку – ну сами понимаете. Такое. Еще в приложении есть чат техподдержки. Если возникнет вопрос – могут ответить. На мой запрос ответили в течение часа. Подводя итоги, я могу сказать, что у Prestige получился вполне себе юзабельный продукт, пусть к которому нужно какое-то время и привыкать. С одной стороны, это универсальная компромиссная вещь, которая будет проигрывать связки трекпад плюс клавиатура либо клавиатура плюс мышь, но с другой стороны, в этих компактных размерах заложено больше функций и технологий за меньшее количество средств. Так что если у вас есть большое количество мультимедийных устройств дома, вы часто путешествуете, вам нужен гаджет все в одном, компактный гаджет, который удобно брать с собой. Или вы, например, часто пользуетесь смарт-ТВ на телевизоре и считаете, что пульт это боль, то в таком случае клавиатура Prestige Click and Touch будет для вас просто must have. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорой встречи, увидимся в следующих видео, пока-пока.